Добрый день, уважаемые коллеги. Протонная терапия является одной из наиболее перспективных методик лучевой терапии. К сожалению, на настоящий момент до недавнего времени в России этот вид лечения был представлен порядка двумя-тремя не специализированными, пассивно рассеянными, приспособленными пучками. Но, к счастью, ситуация меняется к лучшему. И с ноября прошлого года наш центр начал активное клиническое использование первого и, что особенно приятно, отечественного специализированного медицинского протонного комплекса «Прометеус», расположенного в Протвину. Это одно из самых компактных среди подобного оборудования решений. Это синхротрон диаметром около 5 метров, вес 20 тонн, общая площадь помещения, которое необходимо для функционирования комплекса порядка 100 квадратных метров, диапазон энергии, который выдает синхротрон от 30 до 250 МФ, стандартно-терапевтическое. В основе лежит фиксированный сканирующий пучок протонов, что позволяет нам проводить Intensity Modulated Proton Therapy, так называемый АМПТ. И за место гантрия имеется вращающаяся на 360 градусов кресло пациента. Визуальный контроль осуществляется с помощью встроенного КОНБИМ-сети. Таким образом, аппарат удовлетворяет всем современным требованиям к протонной терапии. Стоит отметить, что немного, наверное, порядка десятка протонных комплексов, которые на сегодняшний момент имеют возможность проводить АМПТ. Напомню, что в основе уникального распределения энергии протонов, дозного распределения, лежит пик Брэга, место максимальной отдачи энергии с резким за этим пиком спадом, в отличие от более плавного спада при фотонной терапии, что позволяет проводить максимально прецизионную лучевую терапию. Также стоит отметить, что в конце пика Брэга резко возрастает биологическая эффективность, и поэтому ОБ протонов приблизительно на 10% выше, чем при фотонной терапии. С учетом имеющихся разрешений и технических возможностей аппарата мы проводим в настоящий момент лечение опухолей и неопухолевых заболеваний, локализованных в области головы и шеи. Прежде всего, это образование центральной нервной системы, опухоли головы и шеи, плоскоклеточные раки и другие гистологические формы. Можно проводить лечение опухолей глаза, повторные курсы лучевой терапии и метастазы, локализованные в области головы и шеи. В зеленом отмечены те нозологии, опыт лечения на сегодняшний день, который у нас имеется. Всего у нас на данный момент пролечено или находится в процессе лечения или предлучевой подготовки порядка 35 пациентов. Мы подошли с большой осторожностью к лечению. Первые пациенты у нас были в режиме буста. То есть мы часть проводили на линейном ускорителе и только небольшую часть, от 5 до 10 фракций проводили на прометеосе. Убедившись в отсутствии каких-либо особенностей, острой токсичности, мы перешли к проведению радикальных курсов. И на сегодняшний день на рутинной основе проводим режимы традиционного фракционирования и умеренного гипофракционирования. Так выглядит каньон и пультовая. Это, поскольку здесь кресло, а не стол, так выглядит усадка пациента. Используются усиленные термопластические АМРТ-маски. Здесь выход пучка, конусный томограф и пультовая. В принципе, для функционирования системы достаточно одного-двух специалистов. Я имею в виду инженерного состава и врач, и медсестра. И вот тот клинический опыт, который у нас есть, хотел бы продемонстрировать рядом клинических случаев. Пациентка 1964 года рождения с диагнозом астроцитома левой теменной доли. Была лучевая терапия в 2014 году в самарной дозе 55 Грей с стабилизацией процесса. И продолженный рост в 2015 году. Был проведен один цикл темодава с крайне высокой четвертой степенью токсичности. После чего химиотерапия была прекращена. Мы провели ей курс протонной терапии в режиме традиционного фракционирования до 50 Грей эквивалент. Продолженный рост был подтвержден по ПЭД. И вот при АМРТ такая картинка. Дозное распределение, крайне низкая интегральная доза позволяет нам с оптимизмом глядеть в будущее в плане наличия лучевых негрозов. И контроль. У нас сейчас пока небольшие сроки наблюдения за пациентами. Частичный ответ опухоли. Приблизительно в 2,5 раза уменьшился суммарный объем вот этого диффузного образования. Следующий клинический случай. Пациентка с плоскоклеточным раком слизистой верхней чешной пазухи. В Т3-0М0 было комбинированное лечение в 2014 году. Лучевая терапия из-за эффективности 44 Грейм плюс хирургическое лечение. Затем была лимфодиссекция по поводу прогрессирования в подчелюстные лимфоузлы. И рецидив первичного очага в 2016 году. Химиотерапия пациентки не проводилась по соматическим показаниям. Диффузная опухоль, инфильтрирующая орбиту и прилегающая непосредственно к стволу мозга. Достаточно сложная геометрия мишени. Дозное распределение. Мы видим, как с большой прецизионностью и очень крайне низкая интегральная доза и крайне низкая лучевая нагрузка на органы риска. Стоит сказать, что один из критериев отбора пациентов на протонную терапию – это сравнительное планирование. У нас в центре имеются ускорители электро. Мы предварительно всем пациентам проводим сравнительное планирование для того, чтобы оценить потенциальные выигрыши от протонной терапии. И, как мы видим, в данном конкретном случае, с учетом того, что это еще и повторное облучение, на фотонном ускорителе мы заметно превысили бы лимиты толерантности тканей. Контроль через один месяц, также частичный ответ опухоли. Уменьшение линейных размеров порядка 25%. И третий клинический случай – это пациент, который у нас начнет лечение на следующей неделе. Один из наиболее иллюстративных на сегодняшний момент и самых сложных, и для нас в том числе случаев клинических. Молодой пациент с диагнозом хардома ската. Было хирургическое лечение в апреле 2016 года, носившее чисто декомпрессионный характер. Например, инфильтративная опухоль, которая компрометирует ствол мозга с крайне сложной геометрией. То есть тут участки опухоли непосредственно вдавливаются на всем протяжении, как видно, ствола головного мозга. Для хардом терапевтической дозой является 70 грей. Поэтому это крайне сложно. Лечение на фотонном ускорителе сопряжено с крайне высокими рисками осложнения. Представлено дозное распределение. Очень трудно. Мне вот эту картинку физика прислали буквально сегодня вечером. У нас планирование заняло порядка двух недель. И превышение. Мы укладываемся во все лимиты, за исключением шишковидной железы, которая непосредственно находится в ПТВ. А в остальном уложились во все критерии КванТЭК. Сравнительного планирования мы не делали, потому что пациенту было до этого отказано в ряде ведущих федеральных учреждений в лечении на линейных ускорителях, в том числе и на киберноже. В ближайших планах у нас запуск второго комплекса непосредственно уже в Обнинске, в МРНЦ. Это состоится приблизительно через месяц. Мы также продолжим работу и в Портвино. По мере накопления опыта мы планируем перейти к радиохирургии и стереотоксической лучевой терапии. И при некотором техническом дооснащении, в частности планируется еще стол, мы думаем на дорасширение спектра локализации. Предстательность железа, легкая и также педиатрия. Спасибо за внимание. Скажите, пожалуйста, какая планирующая система? Собственная разработка ЗАО «Протон». Могу только сказать, что там алгоритм используется в Монте-Карло. В отличие от, например, Pensilbeam, который у Вариана. То есть это наиболее приближено к реальности дозное распределение. Это создает нам сложности, потому что мы не всегда видим красивую картинку. То есть мы видим реальную. Если бы это был Pensilbeam, то это более идеализированное, конечно. Но золотой стандарт Монте-Карло, и он лежит в основе планирующей системы. Спасибо. И какое число больных уже пролечено вами? Закончили лечение 25 пациентов. За сколько месяцев? С конца ноября прошлого года. Мы небольшое количество пациентов ведем. То есть у нас порядка на регулярной основе от 5 до 8. Сейчас планируем увеличить, конечно. Потому что работа связана прежде всего с преодолением недоверия. Собственного недоверия к отечественной разработке. Но по мере накопления опыта у нас и проведения большого спектра дозиметрических работ. В общем-то это недоверие уже ликвидировалось. Осталось только дождаться таких отдаленных результатов. Большое спасибо. Я принесу извинения перед аудиторией. Я, честно говоря, думал, что нам полчаса осталось. Оказывается, достаточно много времени. Поэтому, простите меня, Тимур Раисович. И если у присутствующих здесь есть вопросы к нему, то, пожалуйста, задавайте вопросы. Я думаю, что каждый должен иметь. Скажите, пожалуйста, вы не вспомнили, сказали о тех симптомах, которые достигнуты в результате этого лечения. Потому что экономическая затрата этого лечения, понятно, да? Если говорят о том, что для радикальных программ нет средств, то лечение метастатических опухолей, которые совершенно не подлежат лечению, это совершенно другая задача. И знакомы ли вы с опытом, выдающимся опытом протонной терапии онкологического научного центра имени Николая Николаевича Блохина? Вы положили их исследования в основу? Или вы не потрудились это сделать? Скажите, пожалуйста. Ну, у нас немножко другие задачи. То есть на сегодняшний день используется то, что есть... Не задача лечить больных? Нет, задачи такие же. Я отвечаю на второй вопрос. Есть принципиально большая разница между активным сканирующим пучком и пассивно-рассеянным. Последние исследования показывают, что современные технологии, такие как ВИМ от АМРТ, ничем не хуже, чем пассивно-рассеянный пучок. Ну, там выигрыш небольшой. Тогда как АМПТ – это совершенно уже иное качество протонной терапии. А на сегодняшний момент те сроки наблюдения, которые у нас есть, самые длительные – это чуть больше полугода, у пациентов на сегодняшний момент нет каких-либо признаков поздних лучевых осложнений. А симптоматика-то достигнута? Симптоматика достигнута какая-нибудь или нет? Были первые пациенты... Вы же описывали пациентов тяжелых. Болевой синдром у тех пациентов, у которых проводился палеотивный курс, регрессировал. То есть эти задачи... Ну, у нас совершенно разный спектр. То есть есть и метастазы, есть и первичные курсы, есть и повторные курсы. То есть мы ориентируемся на, естественно, симптоматику и на объективные данные при ВИЗО. Читайте работы национальной школы клинической, онкологической, в том числе протонной школы и института Блохина. Читайте это. Без этого невозможно. Новые технологии. Спасибо большое. Спасибо. Следующий доклад о нейтронной терапии Симонов Кирилл Александрович. Симонов Кирилл Александрович. Продолжение следует...